Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас перед вами печка Нордика итальянского производства Халилон. Печка предназначена больше для баловства. Она функциональная, она очень хорошо греет, но у нее поворотный механизм есть, где вы можете регулировать угол обзора, направление, вернее, пламени в сторону, ту, которая вам необходима. Это может быть на диван, это может быть на кухне, как уже удобно. Но наша задача здесь сделать красоту. Стекло очень близко, все относительно, 80 сантиметров до стекла, поэтому здесь рисковать не стал. Поставлю утепленную трубу 150 на 250, пищевая нержавейка 304 внутри, толщина металла 1 миллиметр. Установим, сделаем отверстие, поставим экран. Экран будет кругленький. Заказчик попросил Дмитрия, сделайте мне красиво, потому что возможно, что этот домик будет сдаваться под сдачу круглосуточную. Ну, поэтому будем стараться делать. Бас. Все, мы приступаем к работе. Здесь крыша односкатная, по крыше здесь ничего интересного нету. А вот как сделаем проход и сделаем саму трубу, она будет в черном полимерке, в полимерном исполнении. Этот пин будет стоять. Посмотрим, как будет сочетание. Есть такие монтажные вопросы, потому что у нее регулировочно идет поворотный механизм. Система по сборке конденсата здесь ее не соберешь, поэтому здесь приходится выбирать два способа. То есть, вот этот вот фланец стоит. Сюда еще дополнительно ставит еще один дополнительный фланец. Он на вот этих вот роликах крутится вокруг своей оси. Поэтому, если здесь сделать поворотный механизм, то все равно, как бы, не крутите, получается, подниму. Если без него, то можно собрать по конденсату. Эта штука покупалась, вернее, тепловой грилляр покупался для того, чтобы можно было влево-право поворачиваться. Ну, и этой пунктой мы воспользуемся. Все, я приступаю к работе. Вы смотрите. Вот так выглядит наша работа. Труба 150 на 250 в полимерном исполнении в черном. И наверх поставили дефлектор. Почему поставил дефлектор, объясняю. Вон там у нас поле за моей спиной. Поэтому дефлектора я не всегда ставлю. Не на всех объектах, вы можете заметить. Но здесь я его поставил. Почему? Потому что есть факторы, которые могут сказываться на работе дымохода. Вы обратите внимание, я сейчас поставил полуметровую вставку. Для чего она стоит в каминах, в печи каминах. Начинает себя хорошо чувствовать при высоте от 4 метров. Сейчас здесь 4 даже с хвостиком. 4,2. Изначально думал, может быть, оставить метровый участок один. Но нет. Решил поднять выше, потому что не хочется просто переделывать работу. Поэтому в полимерном исполнении труба, финская полимерка, очень красиво смотрится в дизайне. И мы поднялись выше и поставили дефлектор. Внизу. Что сделали внизу? Смотрите, изначально, когда я сюда выехал, я на крышу не поднимался. Вот здесь вот наверху должна быть ветровая планка. Я взял лист металла и думал с ветровой планки вниз ее подсунуть и опустить вниз. Когда приехала сюда, ее не оказалось, потому что заклеили бекростом. И не было у меня никаких возможностей туда всунусь. Поэтому смотрим, что я сделал. Что здесь сделали? Мы проложили бутикалочковую ленту. Ее проложили. И сюда уже видите этот вот слой. То есть бутикалочковая лента, она была подведена к стыку. И полиуретановым герметиком все заклеили. Здесь также под низом лежит полиуретановый герметик. Через саморезы поставили. И здесь поставили, дополнительно мы на этом стыке поставили герметик красного цвета термостойки. Для чего он нужен? Для того, чтобы не было затекания. Еще дополнительно, так я в следующий раз сюда приеду, я привез сюда кольцо уплотнения, но не крашеное. Она с нержавейки была сделана. Поэтому я хочу, чтобы было красиво, поставлю сюда кольцо уплотнения уже черного цвета. Я приеду в следующий раз на этот объект и поставлю. Потому что здесь, на этом объекте, кольцо уплотнения необходимо. Меня также спрашивают сейчас, когда вы стоите. Вот на таких вот крышах, где там в районе 12-15 градусов уход, я ставлю кольца уплотнения. Для чего? Потому что снеговая нагрузка давит, и мастер-флэш может просто прогибаться. Закончили мы монтажного хода. Перед вами нортика Кореллон. Таким образом сделал. Печь поворотная. У нее есть ролики стоят, шарниры такие специальные. Я вам покажу попозже. Но здесь есть одна особенность. Очень близкое расстояние было до стекла. У меня вопрос к подписчикам и тем, кто смотрит видео. На каком расстоянии вы неутепленную трубу максимально доводили до стекла? Нет, это очень важно. Потому что я, как правило, в районе метра оставляю. На нацепленном сэндвиче здесь меньше метра. Поэтому я поставил насадку нижней кишки и поставил сэндвич к другому. Поставил шиберную заслонку, потому что не знаю, печка герметичная. Не герметичная. Я ее спущу, посмотрю. Поэтому будете уже учиться на моих видео. И смотрите, как аккуратненько подогнал. Здесь идет такая стеклянная плита. Насадка нижняя. Подогнана вообще идеально. Ее уже один раз топили. Без меня, правда. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть, как буду я ее растатливать. И смотрите, вверху поставили декор. Это экран. Экран с отверстием. Вырезанный под углом. Для чего он нужен? Для того, чтобы закрыть монтажное отверстие. Потому что это часть элементов. Пусть указана на узла. Сейчас она зафиксирована. Я ее сейчас поверну. Для того, чтобы вы видели. Она поворачивается. Потому что обзор меняется. Здесь используются два положения. Сейчас я спущусь. Чисто я. Ну, я, Илья. Пусть указана на узлах. Пусть указана на узлах. Да, пошли. И можно поворачивать. Можно ее поворачивать в любую сторону. Красиво. И смотрите. Хочу здесь возле озера и наблюдать. Как говорит твой. Это просто фантастически. Очень большое преимущество на поворотном режиме. То, что вы можете повернуть в сторону кухни, в сторону дивана, в сторону озера, дома. Если 360, есть же печки, которые еще на 360 поворачиваются. Ну, там взор вообще не ограничен. Вот этот скрип, он не должен у вас пугать. Потому что там еще в комплекте, кстати, есть маска. Не знаю, на какой основе. Она солидовым пахнет немножко. Для ее смаживания, для того, чтобы не скрипело. Все. Ну, еще раз покажу, как это выглядит со стороны. Угла комнаты. Сейчас я зайду. Вот такая вот красота. Ну, я считаю, что это красивая работа. Финский материал использовался. В полимерном исполнении это производитель Секнос. Ничего с ним не стало. Меня очень волновал этот нижний участок. Потому что я не знал. На эту печку нет паспорта. И я не знал, какая температура у нее на выходе. Ну, судя по европейским нормам, это где-то 230-330 градусов примерно. Я думаю, больше она не даст. Потому что печка должна быть эффективной. У нее керамические плиты внутри. И, конечно, мы ее запустим. Я вам покажу. Единственное что, когда вы запускаете вот такие вот аппараты, вы должны понимать, что у этой печи внизу есть подача воздуха из вне. То есть из улицы, либо из стокольного этажа. Но здесь, к сожалению, все закрыто. Изначально не было продумано. Но стекла большие стоят. И помещение маленькое. И он очень сильно будет сжигать кислород. Поэтому здесь, когда вы ставите такие печки, если нет возможности подвести воздух в саму печь, в камеру сгорания извне, обеспечьте тогда приток вентиляции. Это очень важно. Потому что будет сжигать кислород. И будет некомфортно находиться в помещении. Все. На этом я видео буду заканчивать. Перед вами горелон нордика. Печка поворотная, которая может регулироваться на угол обзора. И печка, которая будет служить очагом таким комфорта, уюта в доме. Все. Всем хорошее настроение. Заказываю монтаж дымоходов. Покупайте у меня дымоходы. Дымоход это эксклюзив. Это не стандартная позиция. Звоните, консультируйтесь. До новых встреч. Пока. Продолжение следует.